Субтитры делал DimaTorzok И мне очень нужна ваша помощь. Поверьте, я даю вам знания и хорошие знания. И, конечно, хотелось бы получать какую-то отдачу, вашу благодарность. Помогайте каналу. Я надеюсь, что это не будет вам в тягость и что вы достаточно обеспеченные люди, чтобы помочь мне и моему каналу. До встречи! Я Таня Карацуба, Сеидбургхан. В Квартино-Балкарии 115 росгвардейцев уволили за отказ воевать в Украине. Суд признал такое решение законным. Военный гарнизонный суд в Нальчике рассмотрел иск 115 бойцов одного из подразделений Росгвардии в Кабардино-Балкарии. Их уволили за отказ воевать в Украине. Друзья, я не знаю, насколько много таких случаев, но думаю, что это не единичный случай. Люди не хотят идти воевать, потому что понимают, что будут убиты. Речь идет не о тех сосунках мальчишках маленьких, которые не имеют свое мнение, не имеют своей воли и позиции. Их заставили. Так скажем, под козырек, чтобы они взяли и заставили. А росгвардейцы – это уже обкатанные, бывалые парни. Они понимают, что на этой войне они будут убиты. Никакие деньги, никакие коврижки, ничто их не заманит. Они даже, как вы видите, готовы пожертвовать своей прекрасной работой, за которую, кстати, Золотов их награждал квартирами. Вероятнее всего, их могут выгнать и из квартир. Квартиры у них государственно-золотовские. То есть, квартиры принадлежат Золотову, Росгвардии. А Росгвардия – это Золотов. У нас теперь все частные предприятия. Нам говорят государство, но надо понимать, что это не государство, а это частные предприятия. Однако же суды подчиняются именно частным предприятиям. То есть, тем, кто сильнее. Кто сильнее, тому и подчиняются суды. Поэтому, если суду сказали уволить все 115, чтобы другим неповадно было. Поэтому их уволили, чтобы другим неповадно было. Несмотря на то, что их масса. Масса – это когда более 20 человек, а здесь 115 человек. И все же их уволили. Будут ли они сокрушаться, что их уволили? Но, пожалуй, по вопросам квартирным они будут сокрушаться. По вопросам другим – вряд ли. Ведь, понимаете, быть убитым, идти на войну, подписываться и понимать, что тебя сейчас убьют. Ты вышел на работу на войну. Ты вышел завтра. А через неделю жене приходит похоронка. А если не приходит, то, значит, без вести пропавший. Значит, вообще можешь где-то лежать, оказаться в яме. Вот этого боятся парни. Если бы отношения между армией и Министерством обороны были более честными, то, вероятно, тогда не было бы таких эксцессов. То есть, ребята вполне осознанно шли бы на военные действия. А здесь они понимают – три месяца войны прошло. И все теперь видят, что такое спецоперация. Поэтому можно кричать о патриотизме сколько угодно. Но умные парни, бывалые, они понимают, что это не вопрос патриотизма. Это вопрос внутренних интриг политиканов. Внутри. Поэтому ребята отказались. В ходе судебного расследования по вопросу увольнения 115 росгвардейцев было установлено, что росгвардейцы самовольно отказались выполнять служебное задание и коллективно увыли по собственной инициативе к постоянному месту службы. Иные обстоятельства не сообщаются. Известно лишь то. На росгвардейцев были составлены протоколы о грубых дисциплинарных проступках. С ними досрочно расторгли контракт. Суд признал доводы авторов коллективного иска, попытавшихся оспорить досрочное увольнение, несостоятельными, и отказал в удовлетворении иска. Решение может быть обжаловано в окружном суде. Был уже такой случай накануне. То есть это был март. В конце марта 12 бойцов ОМОНа Росгвардии из Краснодара отказались исполнять приказ командира. Не поехали на войну в Украину. Их уволили. Мы не знаем до конца, насколько все это точно, но говорят, что сотни российских военных отказываются ехать в Украину. Их пытаются запугивать командиры. Военным угрожают уголовными делами за неисполнение приказа. Но ни одного такого дела нет. Военнослужащих, которые отказываются участвовать в войне против Украины, пугают уголовными делами или увольняют. Но привлечь их к уголовной ответственности затруднительно. В интернете ходят рассказы о военнослужащих, которых пытались склонить к участию в спецоперации с помощью угроз или другого давления. Есть много случаев, друзья. Рассказывать их не хочется. Они тяжелые случаи. Про то, как издеваются внутри, когда входят спецоператовцы, когда они входят в населенные пункты, что они делают с жителями. Кого-то засовывают в багажник. Что-то еще загрузили в БТР и вывезли куда-то. Что делается там? Понимаете, с головой становится проблемно у мальчишек, которых 20 лет, которым даже так можно сказать, в 20 лет разрешили убивать налево-направо. Что происходит там? Нам не дают никаких репортажей. Нам не дают репортажи с места событий. А где они, репортажи? Вот вошли в бучу военные. Почему не было репортажа, общей съемки города? Что где творится? Нет, друзья, какая-то секретная спецоперация. На что она направлена? Вот это самое важное. И поэтому люди, военные, прежде всего это люди, прежде всего это не военные, а люди, у которых есть что-то в душе, они не хотят быть убитыми. То есть, которые понимают и которые не столь боятся своего руководства. Они не хотят быть убитыми. Поэтому они просто-напросто отказываются. Вот случай, когда военнослужащему командир стал угрожать уголовным преследованием. Когда тот заявил, что проконсультировался с юристами и знает, что уголовное дело ему не грозит. Командир сказал, да, я на многоточие вертел ваших юристов. Веришь ты? Веришь, нет? Нет, у меня есть постановление правительства, подписанное президентом. И дальше идет опять бойцовское многоточие. С юристами он посоветовался. Ваших юристов сюда давай. И мы с ними здесь пообщаемся. Когда угрозы не сработали, командир попытался обратиться к здравому смыслу. И он начал так. А ты не думаешь, демократ? И опять идет бойцовское многоточие. С какого ты города? Что на твой город придет опять бойцовское многоточие. И снова бойцовское многоточие. Это значит мат. Придет противник и увидим. Опять бойцовское многоточие. Украинцев. И опять бойцовское многоточие. А как разговаривают вообще-то наши военные? Кто-нибудь задумывался? Из какого чулана их вытащили, этих мертвых тараканов, и начнет долбить опять бойцовское многоточие в ваш город. Когда они придут, дружок, уже будет поздно, опять мат с бойцовским многоточием. Когда они придут, опять бойцовское многоточие, несете какую-то чушь, опять бойцовское многоточие. Вы и снова матерное бойцовское многоточие, не понимаете вообще, что происходит, что ли? Бойцовское многоточие, война бойцовское многоточие идет со всем миром, многоточие бойцовское. А вы мне бойцовское многоточие, какую-то несете бойцовское многоточие. Мы не воюем бойцовское многоточие с Украиной, мы воюем бойцовское многоточие с Евросоюзом и с блоком НАТО. если вы этого не заметили в бойцовской многоточии. Вот как разговаривают военные? Мозгов нет. Мозгов нет. Отбили мозги, поэтому так разговаривают. Они деградировали. Они полностью деградировали и давно. Военные, ну так считается даже, что военные это совсем дубовые. Вот из-за таких есть среди военных умные парни. Но вот из-за таких с бойцовским многоточием, многочисленным и к военным такое отношение, военнослужащий не был наказан и не привлечен к ответственности, ждет увольнения. Как пишут СМИ, на аттестационную комиссию также был отправлен летчик, который заявил командованию, что не считает Украину врагом. Отказался поехать в командировку в приграничный с Украиной регион и был вынужден написать подробный рапорт с описанием своих мотивов. Аттестационная комиссия единогласно проголосовала за увольнение. Однако летчик продолжает служить, так как решения комиссии носят рекомендательный характер. И еще один случай. Служащий по контракту после нескольких письменных отказов от участия в спецоперации был все равно отправлен в командировку в один из приграничных регионов. Ну прям беги что ли получается. Вы понимаете, что делают с взрослыми мужчинами? Это не дети. Это, конечно, уже парни повзрослее. Ну что получается сбежать? Тогда расстрел. Вот что это такое? Что делают? Но боятся чувство страха привили им мамки и папки. Вот что, друзья, происходит. Мамки и папки, вы виноваты в том, что ваши парни такие боязливые. Говорит парень, который не хочет дезертировать, его не увольняют. Я еду в распоряжение своего прямого начальника и перехода границы не будет. Но, зная, как это все устроено в структуре вооруженных сил, я уверен, что он будет. То есть, что его перекинут через границу, хотя ему обещали не переводить его через границу, а оставить в районе российских войск. Однако же, он говорит, что все-таки это будет. Вы понимаете, какое недоверие своему руководству. Естественно, там я тоже пойду в отказ. А там уже и до уголовного дела за дезертирство недалеко. По словам адвоката, основателя проекта «Военный омбудсмен». Есть такой проект, друзья, имейте это в виду, «Военный омбудсмен». Его ведет адвокат Максим Гребенюк. Он говорит так, что обвинить военнослужащего по статье о неисполнении приказа, статья 332 УК РФ, можно лишь при наличии существенного ущерба, которого в этих ситуациях нет. По информации Гребенюка, с 24 февраля ни одного дела по этой статье возбуждено не было. Юрист говорит, что в военное время ситуация была бы иной, но в мирное время конструкция статьи не позволяет привлекать за то, что где-то там за границей во время какой-то спецоперации кто-то не выполнил приказ, который даже документально не был оформлен. Вуаля! Рыбья чешуя! Приказы документально не оформляются. Это что такое? Значит, на свой страх и риск парни идут по селам убивать население и бомбят также ракетными обстрелами. Что происходит? Нет официальных приказов. Тогда что это? Мы, друзья, с вами часто говорим об образовании и образованности. Вот имейте в виду, что прежде чем вы отправите своего сына, своего парня, своего сына в армию, ну, если кто-то отправляет, да, несмотря ни на что, несмотря на военные операции, то сядьте с ним вместе и проштудируйте весь военный уголовный кодекс. Все приказы, все документы, как должно быть оформлено, как писать рапорт. Вот этому научите своих детей. Если вы, родители, не сядете вместе с ними, достаньте книжечку, вытащите ее из интернета. Военные, может быть, многие и сами этого не знают. Но я вам советую, вашим детям, изучите вместе с ним военный уголовный кодекс. Юрист Гребенюк также отмечает, что в армии нужен жесткий институт принуждения, чтобы заставить военных не отказываться от участия в спецоперации. Нужны приговоры для поднятия дисциплины и мотивации. Приговоры по военным статьям, как правило, их распечатывают и вешают в части, чтобы показать людям. Но это в случае войны. А сейчас командиры ничего поделать не могут. Ну, увольняйте, я никуда не поеду. Потому что они, военные, знают, что дело ни одного уголовного еще не возбудили. И он не сможет, никакой командир, возбудить никакого уголовного дела. Командиры понимают, что им осталось только увольнять и ставить такие штампы, чтобы испортить послужной список или военный билет. И пугать. Но уже никто их не боится. Страх за собственную жизнь пересилил страх перед руководством. А если люди увольняют массово, то и служить некому будет. Отказываться убивать у людей это не преступление. Это не преступление. Это гражданская позиция. Помните это. И еще раз напоминаю. Мамки, папки, уголовный военный кодекс берите в руки и вместе с вашими мальчишками начинайте изучать, штудировать, чтобы они были подкованы. Ведь завтра объявят мобилизацию. Завтра. И ваших мальчишек, 30-летних, 40-летних, всех будут хватать и вести в опорные пункты. Пункты мобилизации. А они не знают элементарно своих прав. Вот чтобы этого не случилось, проштудируйте, парни, сами. Военный уголовный кодекс. Я Таня Карацуба, Сиетбурхан. 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 Продолжение следует...